Продолжение следует... 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 проблема ее собственная не мне кажется ни хрена час три матраса заберу пока они не поймут она пропадает там тут я не знаю а вдруг нас по камерам все увидят и приедут и порешают всех что мы ее трогаем руками вот что мы ее трогаем вот приедут нас всех порешают что делать то нам тогда ну что сидим ждем улыбаемся ей в глазки давай чуть-чуть поулыбаемся посмотрим что происходит а потом посмотрим если она злюка то будем уже дальше думать что если она нормальной с ней можно договориться то будем дальше действовать все что зачем она придет зови она пришла ты все взяла и испортила зови сейчас есть крайник да все просто надо чтобы она спустилась сюда по казанам вот это надо или что короче я поняла одно она ни хрена сама не знает каким образом у нас что откуда может появиться как она не знает она не знает она вообще какой-то тормоз по моему античный ну вообще мы предположение что вещи появляются каким-то образом через вот эту печь это не предположение это прям сто процентов так они появляются они почему-то там есть какой-то огонь вы заметили да а вы заметили что она сказала вы можете открыть печь когда этот огонь значит она знает как эти вещи появляются правильно она не знает я с ней пыталась говорить а у нее в глазах пустота вот эти рыбкие глаза знаешь и вот это полное непонимание поэтому толку нет с ней разговаривать если она чуть-чуть взорвала она сказала все она повесим а еще в той комнате в дальней розовой повесим везде повесим короче хозяйка позови ее что ты сидишь шоку поднимай и позвала успокойся не уходи пожалуйста не уходи останься пожалуйста не уходи останься останься ты что ты каждый раз там наверху тусуешь никто не знает останься как ее позвать да вообще нас все слышит когда я просила вон покосите борьб 새 на бленисте инфляции там что не сказал В саратове у нее толку как сказкиdr молока у нее я можу принести только воды я предлал кида сразу но благодаря стороне сир Center Да что я не обвиняюсь, я не понимаю. Я просто говорю факты, идиоты, и чьи она говорили. А что ты с дурой изглубаешься? Нет, а что я не обвиняюсь? Я не обязана вообще с ней разговаривать, я буду говорить не так, как я хочу. Уйди тогда, ты не мешаешь. Да мы же разобрались уже. Именно потому, что ты с ней общаешься так, как хочешь, у нас не будет одеял. И это не обвинение, это грёбаный факт. Поэтому заливи свою манюшку и всё. До этого момента Лея имела ввиду, что она что-то единственное знает. Давайте с ней просто немножко дипломатичнее. Она ничего не знает. Ну у нее рыбьи глаза сидят и улыбаются. Они спрашивают, как нам получить то, что нам надо. Средство личной гигиены. Вы должны знать, что такое средство личной гигиены. Она или из себя дурочку строит, или из нас, вот и дураков. Она не строит из себя дурочку, она в натуре тормоз. Да почему ты взяла то, что она тормоз? Ну объясни мне. Да ты ее лицо видел, вот эти рыбьи глаза? Ну у нее обычное лицо, она объясняет. Когда вы начнете ко мне нормально относиться, тогда я что-то вам дам. Все же просто. Ну реально просто. Ты ее спрашиваешь, как дайте нам зубные щетки или это? Она говорит. Мне кажется, что она после маньячика выпивает ее на трейлере алкоголь, смотрит нас по монитору, а потом сюда приходит и что-то непонятное вообще. Издевается над нами, а потом хохочет. Не смешно, давайте что-то делать. Не смешно, я больше уже просто не могу. Давайте делать что-нибудь. Милана, пожалуйста. Спуститесь к нам с небес. Катя, мне кажется, она тебя не воспринимает уже вообще. Она тупо не придет только потому, что ты ее зовешь. Потому что она знает, что каждый раз, когда она приходит, она будет ищить до тебя. Не надо. Сегодня я попросила воды, она мне сегодня воды дала стакан. А зачем ты сейчас вот это устроила? Я хочу сказать о том, что мы занавески ей повесили. Я хочу ей об этом сказать. Мы навели порядок, она обещала дать одеяло вам. Ну подождите, вы сейчас спать собираетесь? Нет. А может попозже она спустит сама. Она сама все знает, что у нее в доме происходит. Да, я думаю, что она как раз сейчас сидит в трейлере около наших домов и смотрит по камерам. И плюс ей, ну хорошо. Это ее жизнь тупая, она не тупая. Но дело в другом просто. Надо как-то вместе всем действовать. Вместе действовать? Да. Ну хотя бы поговорить. Давайте возьмемся. А есть смысл по одному? Какой смысл делать вместе? Вы не никто. Потому что смысл есть в том, что есть объединение людей. Одна голова хорошо, две лучше. Да, вместе с ними соединятся. Ребята, я продолжу говорю. Шесть здоровых людей. Юрия, шесть здоровых людей. Неужели мне можно найти выход из этой ситуации? Милана, мы вам повесили все занавески на место. Вы? Да. Может быть вы? Что? Вы? Что вы? Что вы? Может быть вы? Что вы сделали? Что вы сделали? Вы повесили все занавески на место. Дело в том, что я повесил. Что вы сделали? Да. Дело в том. Нет, это я. Отдела нужно только вам. Нет, надо всем. Почему ты придерживаешь? Я совсем. Могу объяснить. А я могу объяснить почему? Да, очень важно. Мы хотели выйти. Могу объяснить. Для нас это очень важно. Я думаю, что это очень важно. Это очень важно, если вы не поняли, что нужно отсюда выйти. Да. Вот видите, я же говорила, она все слышала. Вот она. Это очень важно. Вы не понимаете? Вы звали меня? Да. Мы хотели сказать, что мы повесили занавески. Вы? Ваши гости, как вы не скажете. Как вы нас не обозвали. Это сделал один человек. Я могу привезти ему одеяло. Слушай. Не он снимал, но он вешал. То есть вы считаете это справедливо? Нет. Я считаю, что должен был повесить тот, кто снимал. Нет. Подождите. А справедливо нас здесь вот закрывать? Я вас здесь не закрывала. Я вас здесь не закрывала. Не вам говорить о справедливости, Милана. Не вам. И стену покрасить. Вы разгромили дом. Условно. За это я вам благодарна, что вы не разнесли его на счет. Вы сидите и просто перемываете кости, не зная никакой информации. Ну да. А вы не догадаетесь. Так а что делать? Вы двое суток в доме и даже о себе как таковое друг о друге ничего и долгом нормально не знаете. А нафига мы вообще нужны друг другу? Мы все хотим уйти отсюда, чтобы узнать, что в ближайшее время для чего вы здесь на нас знакомы. А нафига нам знакомиться? В Сосли. Вот это прикрытие. Это всё уже каким-то неизвращением Вы не доиграли Успокойся Подожди Я успокойся Я тебе говорил Я тебе говорил Всё, обосралась Ты будешь жить Подожди Я вас прошу, остановитесь Подожди Спасибо, что смеешься Подожди Мы будем жить здесь все вместе Протухать Большая светская семья У неё рот открылся Срочно Может хватит в игры играться Дайте мне сказать Здравствуйте, уважаемые гости этого дома У вас наверняка вопрос Что вы здесь делаете Всех вас связывает один человек А точнее, ваша общая дальняя родственница Но познакомиться с ней у вас уже не получится Перейдём к делу Просковья Пауна Смит Уроженка Смоленской губернии Родилась в многодетной крестьянской семье Во время оккупации в 1942 году Была угнана в Германию Где позже познакомилась с английским военнопленным Майклом Смит Когда закончилась война Они решили пожениться И уехали в Австралию Дела у пары шли в гору Просковья с Майклом Обзавелись небольшим бизнесом И нажили хорошее состояние Спустя годы счастливой семейной жизни Супруг заболел И скоропостижно скончался Просковья Пауна осталась одна Она обратилась в международную адвокатскую контору Где ей помогли составить завещание После смерти Просковья Пауны По условиям завещания Адвокатская контора находит шесть Круглосуточно ведется видеонаблюдение Чтобы выбрать главного и достойного наследника А остальные получат процент от наследства Меня зовут Изольда Кац Я собрала вас всех для того, чтобы зачитать вам завещание Просковья Пауна Смит Дело в том, что вы все так или иначе являетесь ее наследниками На данный момент вы получили достаточной информации Само завещание будет представлено немного позже Субтитры создавал DimaTorzok Это шутка? Это не шутка Мы ничего не понимаем Останьтесь Объясните нам хотя бы что-нибудь Не уходите, Милана Ничего не понимаем Шесть наследников Раз, два, три, четыре, пять Шесть 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 наследников Подождите Это мы все каким-то богом либо родственники А так как это не шутка Это же не мог Шесть Шесть Что ты мне чикаешь? Шесть Нет, 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 нет. То есть, получается, мы все получим деньги? Мы что, все родственники? Подождите, а деньги-то будут? Речь идет о каком-то наследстве. А, да, то есть, о денежном, правильно? Ты что, сестра моя, что ли? Нет, раздельцы. Хватит прикалывать. Ни хера, в смысле? Вы не понимаете? Мы же родственники. Как мы родственники с разных городов? У нас одна бабуля. Просковья Павловна. Вы не рубите, что ли? Просковья Павловна. Ничего не рубим. Мы родственники, Катя. У нас одна бабуля. Мы наследники, ну, что там у нее? А что ты знаешь о Просковье Павловне? Я впервые слышу это. А что? А ты что, не знаешь о Просковье Павловне? А ты? Я в себе раз слышу, кто это. Я тоже впервые слышу. Ага. А ты что, знаешь, Вася? Ну, вообще-то... Я что-то слышала про Росковь Павловне из Австралии. Что ты говорила о том, что есть у меня бабка в Австралии? И это именно Просковья Павловна Смит. Но я никак не думал, что это связано с этим. Думал. Если вы ничего не знаете о Просковье Павловне Смит, то я это знаю. Мне об этом дело. Ну, давай давай поподробнее, поподробнее. Ну, что поподробнее. Ну, что поподробнее. Я на себе. Вот это делище. Если вы о ней не знаете, значит, получается, вы какие-то очень-очень дальние родственники через Пятое Колено. Подожди. Что? Ты сразу вспомнила про Росковь Павловне Смит? Нет, я не вспомнила. Я хочу... Если мы родственники, то кто получает наследство? Нет, там было написано, что каждый претендует на это наследство. Нет. Там было сказано, что они достойные получат, а остальные получат наследство. Но достойные это не значит самый близкий, как говорит Васич. Типа, я значит близкий. Но существуют законы Российской Федерации. Ты же как юрист должен это знать. По линии родства. Существует. По линии родства мы можем получить наследство. Если дети, то они в первую очередь претендуют на наследство. Если это уже... В первую очередь, вторая очередь, третья очередь. Да. Все просто. Да. Но если вам ничего не известно про Росковь Павловне Смит, то по сути по российским законам и самым близким... Подожди. Там написано международное. Почему международная компания? Потому что она была из Австралии. Но я не верю в это. Это что, этот дебил тоже мой родственник? Да мы не родственники. Ну хорошо, даже если... То есть дети, а как это... Ребят, честно, я не претендую на наследство. Мне ничего не надо. Мне нужно выйти отсюда. Я не претендую на наследство. Хорошо, тогда уходи. Я вот претендую. Мне просто хотелось бы узнать, сколько там денег. Ну как бы. Много ли там или мало ли? Там была речь об Австралии. Что-то там такое. Вот это вот всё. То есть, например, вот Василий, да, Василий, считает, что он точно наследник. Правильно? Я ещё раз говорю. Он знает. Я знаю про Скою Павлу Смит. Мне о ней рассказывал. Мой дед. Мой отец рассказывал. Мы не знаем про прабабушку. Не знаю. Я про прабабушку ничего не узнавал. Я тоже. Я знаю со стороны отца только. Вот. А со стороны матери всё время вообще ничего не знаю. Только знаю бабулю. Бабушка Нелли. Она, кстати, русская. Вот. Возможно, поэтому у меня фамилия русская. Потому что мама тоже русская. А Смит, получается, русская бабуля у нас? Я считаю, что это развод. Нас просто разводят здесь. Серьёзно? Да, серьёзно. А где? Хорошо. Если они нас не разводят, да, и пускай она предоставит нам документы. И вообще это не способ похищать людей, удерживать их, чтобы им дать наследство. Это где такое видано? Чтобы выдать наследство, мы нас должны похитить и здесь держать. Да, кстати, это очень странно. Слушайте, а какие проблемы? Смотрите. Смотрите, проблем же нет. По сути, по большому счёту. Сейчас, чисто теоретически, мы понимаем, какой расклад, да? Тёрка такая, что есть какие-то родственники, то есть мы. И если по российским законам я являюсь самым близким родственником, то по большому счёту я и получу наследство. Вы, в принципе, можете получить, как говорится, этот некий процент. Процент от наследства. Я понимаю, процент этот должен решать я. Какой вор? Я тебе ещё раз пытаюсь раскидать весь расклад. Нахрена ты не нужна вообще здесь? Ты можешь свалить. Сейчас она как бы дала, сейчас она может дать ключи, мучи и уже решить. Она же может, наверное, открыть дверь. Вы можете отсюда нахрен свалить. А я оставлюсь, получу наследство и всё в порядке. Дам вам по десятке. А как вам ничего не надо? Дайте мне ключ, я уйду. Всё. Не вопрос. И ты свали к Эдику. А вас как бы не смущает, что у нас есть человек, который хочет просто обокрасть. Какой обокрасть? Я ещё раз говорю, ты понятия не имеешь, что такое происходит с ним. Он не имеет. Ей вообще не нужны бабки. Кроме бука тоже ничего не надо. Подождите. Пардон! Дорогой мой. Да. Слушаю внимательно. Если ты о ней знаешь, а мы не знаем, то это не говорит от степени расклада, что она у тебя больше степени расклада, чем у меня. Понятно, да? То есть, это говорит о том, если, допустим, она, он, я, если мы о ней не знаем, то может быть у нас... Ты сможешь сейчас доказать степень расклада? Здесь какие-то бумаги? Нет, конечно. Но у меня есть... Поэтому... Ты сейчас не говори, что я это не знаю, что я получаю наследство. Давайте... Получает наследство тот, кто докажет, что он является на самом деле наследником. У кого есть какие-то на это документы. Если я не знаю об этой бабушке, это не говорит о том, что у меня нет каких-то документов. О том, подтверждающих расклад. Да ты нахрен у тебя документы. Ты только что пять минут назад говорила, что тебе вообще не нужно наследство. Мне не нужно. Пожалуйста, вали. Чего ты сейчас питаешься? Давай ключ. Я сейчас говорю за всех. А ты адвокат не говоришь за всех? Я говорю, как должно получиться. А ты можешь нервы? Чтобы ты здесь не насекал. Наследство получает тот, кто доказывает степень расклада. Подождите. Стоп. Услышите. Наследство получит, написано же было, достойный. Это раз. Во-вторых, мы все здесь, все вместе здесь оказались. Значит, мы все наследники, потенциальные наследники на наследство нашей бабушки. То есть, получается, наследство, как бы сейчас по российским законам оно не действует. Правильно я понимаю? Почему? Ну, если по российским законам оно действует, тогда кто бы из вас достоин не был, получает тот, кто ближе к его по родству. Ну, по законам Российской Федерации, правильно? Тот, кто сможет доказать... Так вот, мой дед, ее брат. Мой дед, ее брат. Так брат. Ну? Ну так ты не прямой потомок, получается. Я не прямой. Ну так если я окажусь прямее всех вас, то я получу наследство. Так есть по-любому прямее, потому что у нее были дети. И у этих детей, возможно, кто-то из нас прямее потомок. Можно вопрос, да? Понимаешь, в чем прикол? И дело-то не в этом, на самом деле. Кто? Дело в том, кто будет достойным. Там же было написано. А можно вопрос? Если у нее были дети, то зачем тогда собрали нас? Почему они собрали детей? Значит, у нее нет детей. Значит, у нее нет детей, да. Значит, у нее нет наследников, получается так. Ну, вообще, это очень странно. Ну, почему странно? Может, у нее дети умерли, когда там, при этом, дети умерли. Может, опять болезнь была. Подожди, а тогда бабуля, если у нее не было детей, она завещала свое наследство какому-то из ближайшего своего родственника, брат-сестра. Да? Так получается? Или родители. Хотя родителей, наверное, не было, раз она завещала дальше куда-то. Раз мы получили. Брат-сестра. Да. Ну, не факт, что у нее не было детей. Подождите. Мы должны разобраться, по какому законодательству выплачивается это. Если наследство получает достойный, тогда это точно не по законодательству Российской Федерации. Потому что смысл им писать достойный, если, по сути, по российскому законодательству получает тот, кто ближе всего. Правильно? Единственная причина, по которому может быть так, что это все идет не по законодательству, значит там что-то нечистое. А! Изольда Кац. Это кто? Это же пропавцы. Нет. Ты дурак, что ли? Нет. Изольда Кац это адвокатша, да? Адвокатская контора? Адвокатская контора может быть в Австралии. Смотри, смотри. Она международная. Вы не поняли? Там написано. Адвокатская контора Изольда Кац, бабушка Смит, каким-то образом... А! Она обратилась в эту компанию, да, бабуля, получается? Или что? Как в Изольду Кац попали эти деньги? Это наши. Можно вопрос, да? Наши. Можно вопрос, а каким способом они собираются узнать, кто из нас достойный? То есть там было четко написано. Деньги... Меня очень вот это волнует, да, кто получит эти деньги. Деньги получит тот, кто будет самым достойным. Здесь камеры, то есть... Там уже это сказали. Подожди, но ты перепрыгиваешь. Вот надо решить вопрос. Верес правильно говорит. Надо решить вопрос, по какому законодательству. Возможно, это просто идет именно по австралийским законам. Возможно, там не тот и первый, а именно они имеют право... По австралийским, по каким-то международным, по общепринятым, я сейчас понимаю. Каким? Нет. Нет. Это все равно будет ближайший. Потому что иначе мы... Тракон просто как бы... Тракон. Да. Если бы это было по-российскому законодательству... Это клево, но они не очень клевые. Ну это все... А если это все даггеры... Тракон. Это точно. Тракон. 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 Ты можешь просто свалить. Хочешь свалить? Я хочу. Можно мне ключ? Мне не нужно. Я сразу говорю. Я на наследство не претендую. Если можно получить деньги, я бы хотела их получить. Но я сомневаюсь, что вообще все мои родственники. И этот пункт по поводу денег я бы хотела, чтобы его уточнили. Потому что я не доверяю каким-то словам на каком-то экране. А ты ничего не доверяешь? Ты ничему не доверяешь? Да. То есть это правда? Думаете, что это правда? Да, вообще? В смысле? Армянский брат? Азиатская сестра? По-моему, лучше не может быть вообще. Блин! Так, это круто реально. Фу, хорошо, что нам раньше времени сказали. Это просто жесть. Хорошо, что раньше времени. А то что? А то нашли какие-то внутренние мои какие-то порывы были. Что-то там было. Ладно, хорошо. Ну это по-братски уже было. Выходит, это братское было, да. Так, ладно, один хороший брат есть. Ладно, подождите. Вася-Вася не дал руку, да? Это просто... Я не хочу здесь остаться. После вот этой информации мне очень захотелось здесь остаться. Мне нет. Очень захотелось. И таким способом наследство дают. И слава Богу, что вам здесь не захотелось остаться. Чем быстрее все сварят, ну, кроме меня, тем быстрее я получу свои деньги. Я уже понял, что ты радушный. Я прокачиваться. Что будет тут? Тебе не надо здесь тоже быть. Если тебе откроют дверь, ты уйдешь. Я не сейчас сам прокачиваться. А на хрена тебе здесь прокачиваться чем? Не надо. Слушайте, хорошо, а если мы должны здесь все жить, да, по условиям этого договора, то как мы будем здесь жить, мне интересно? Мы же не можем здесь ничего не есть, не пить, не мыться. Ну, как? Если сказали достойный, значит, будут поводы и мотивы делать так, чтобы мы проявляли свою достойность. Например, я считаю, что я самая достойная. То есть, серьезно? Ты унижаешь... Да, вряд ли. Вряд ли бабуля бы хотела тебе отдать все деньги. Вряд ли бы. Я вот прям чувствую, что она моя родная душа. Мне кажется, бабуля бы тебе вообще ни капли не отдала. Она, мне кажется, до конца взяла тебя под воспитание и порола бы тебя до конца дней твоих. Ты 15 минут назад сказала, что ты не знаешь никакой просковой семьи. А я теперь почувствовала, что она моя родная душа. Я прям навеяла. Ух ты истерика. Ну понятно, она хочет выйти отсюда, ей нужен ключ. Нет, просто она чувствует то же самое. Нет, я хочу сказать о том, вот кто сейчас там... Вы установили камеры, для чего вы это сделали? Допустим, я не претендую на наследство. Не таким способом выдают наследство людям. Не таким способом. Их насильно не украдут, не бьют им морды, не травят их, не привозят сюда, не удерживают их здесь, не морят их голодом, не искупаться, не помыться. Не таким способом люди наследство получают. Мне такое наследство нахрен не нужно. Кать, подожди. Это сделала... Бабуля была против по-любому этой движухи. Она просто оставила свое наследство. Каким-то образом наши бабки попали к этой зорде КАЦ, и она что-то провернула. Стоп, стоп. Можно я объясню, в чем фишка? А фишка в том, что она не знала, как найти этих, ну вот нас, допустим, шести родственников. И ей пришлось обратиться в это агентство, а они сказали, да, мы найдем ваши шесть родственников. Но на таких условиях, что вы сейчас передаете это наследство нам... Опа, тихо. Вряд ли бы бабуля согласилась. Дайте попить. Опа. Можешь что-нибудь, пожалуйста. Изольда, она следит, что ли, за нами? Все, ёпта. А что там написано? Ёпра СТ. Уйдет один, уйдут все. Ну что, Анна, которая хочет, чтобы все ушли? Уйдут все, я это что, что значит? Ты до сих пор хочешь, чтобы мы ушли? Подожди, 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 подожди. Достойный же один. На самом деле, ты мне всегда нравилась. Я к чему? Потому что, подожди, что... Переопнулся, смотрите. Уважай, почему она такая. Я хочу сказать, что ты всегда была буграфта. Да я не разупираюсь сидеть с тобой за одним столом. Погоди. Ну, извините, но мне нужно обязательно уйти. То есть, вас не смущает, что эта Изольда Катса уже смотрит? Добрый день. Как ты, если уйдешь? Изольда! Добрый день. Просто так же, как пять минут назад. Вот ты почувствовала родню своей бабушки. Ребят, извините, но мне нужно обязательно уйти. Вы понимаете? Мне нужно уйти обязательно. Я не могу здесь оставаться. Ты не можешь уйти с тобой. Я прогорю. У меня миллионы прогорят. Если у тебя есть по... Там миллионов, например, не знаю сколько... По 50 каждому... Сколько это миллионов? То мы готовы все вместе уйти с тобой. А вдруг там какое-то нереальное наследство? Какое нереальное наследство? Что вы говорите? Ну да, если это было бы... Какое наследство? Какое наследство? В доме в деревне? Нет. Из-за такого наследства не собирали бы, не заморачивались бы столько людей всю эту хрень выстраивать. Слушай. Какие-то заморочки делать. Я думаю, что там нормальный бабос. Ребята, у меня... Я жила без этого. У меня этого не было. И дальше проживу. Ничего мне не надо. У меня сейчас там... Вы не представляете, что творится? А ты в любом случае уйти не можешь. Почему я не могу? Потому что как? Милана сказала, потом сможет. Смотри, какая тема. Расклад такой. Дело в том, что у тебя есть бизнес. Ты за него боишься. Это правильно. Это правильно. Но ты... Ты понимаешь, что если ты уйдешь, если ты уйдешь, ты же не знаешь сумму наследства какая. Ты не знаешь. И там может быть не только деньги. Там может быть и драгоценности какие-нибудь. Может быть старые какие-то бриллианты ее, колье какое-нибудь, которое окупит весь твой бизнес. Даже если ты его потеряешь в несколько раз. Это раз. А два. Разделить еще на шесть и там ничего не останется. Нет. Зачем? Это будет твое наследство, если ты станешь достойной. Понимаешь? А ты представляешь, если сумма... А сейчас там все прогорит у меня. Сумма наследства будет в три раза больше твоего бизнеса. С чего ты это берешь? С чего ты это берешь? С головы? Хорошо. А теперь подумай такую вещь. А если тебя вообще не отпустят? Вот не выпустят и все. И еще одну вещь. Ты еще точно не знаешь сколько наследства. Сколько бабла. Ты торопишься. Подожди немножечко тут. Твой бизнес не прогорит даже за две недели. За три даже недели. Подожди. Вдруг там что-то стоит. Да ведь мы все знаем, что твой бизнес застрахован. Было такое. Было. Я когда тебя спросил, ты говоришь, да. Понятно все. Ну а что ты тогда переживаешь? Что ты... Останься здесь. Смотри. У нас все хорошие люди здесь. Смотри. Здесь есть человек, который... Тихо. Тихо я сказал. Здесь есть человек, который что-то шаманит. Что это посмотри. Ведь она всегда важна. Алия же тебя зовут. Я знаю. Я всегда знал, что тебя Алия зовут. А можно? Вот этот человек. Она хоть и хитрая, но она очень мудрая. Ты понимаешь? Она всегда с добротой ко всем идет. Вот этого человека я всегда был рад видеть. Потому что он хоть и странен, но он вешает шторки какие-то. Что-то пытается здесь сканировать свои дела. Подлизывать, пожалуйста. Да какой подлизывать? Единственное, что мы можем понять насчет того, что сейчас сказал Вась Васич. Понятно, что он сейчас занимает хорошую позицию. Ты сейчас реально так делаешь. Давайте сейчас начистоту. Деньги... Дела касаются о реальных каких-то бабках. Давайте сейчас без шуток и без ничего. Ты сейчас занимаешь позицию хорошего человека. Всех при хорошо, чтобы взять союзники. Стоп! Я всегда был хорошим человеком. Но! Но! Подождите! Ладно, это не важно. Подождите. Бабки меняют людей. Мы что-то узнали. Это понятно. Но вопрос в другом. Мы родственники. Раз. Все. Как мы можем быть родственниками, ребята? Мы родственники? Так получается. Ну мы, значит, какие-то косвенные родственники. Либо кто-то здесь не родственник. И кто-то шарматан. А ты бывала самого города? Это, конечно, самого Екатеринбурга? Самого, да? У меня просто родственники живут в сироте. Я, кажется, не понял. У меня родственники в Серове живут в Североуральске. Мне кажется, ему надо на Бревенче там говорить. Бревчанское. Где? В Серове? Да ты что? Какая твоя фамилия? Бревчанское. 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 Я выяснить хочу родственников. Какая фамилия? Безумная фамилия. Как твоя фамилия? Безумная фамилия. Безумная? Расстроенный. Да подождите вы к нему. Изольда Гатса, если его сюда позвала, значит, он какое-то отношение имеет к нам. Это сейчас не важно, кто, что он, что он там делает. Важно то, что мы здесь родственники раз, а во-вторых, уйти никто не может, потому что если уйдет один, уйдут все. Написано же вот так. Я не хочу, если я... Раза в жизни приваливает такая хрень, когда ты на что-то был причастен. Каким-то бабкам. Блин, да это ж капец. Я наконец-то нахрен студию открою в Сочи у себя. Куплю себе хату прямо на берегу моря. И все, буду жить. Забавайте. Я понял, смотри. Спокойно, спокойно. Я... Нечисто, не чисто, ребят. Тут сложно. Единственное, что может быть не чисто, это что наши деньги попали вот в ее конторы, и она таким путем идет. Я же объясняю. Вот можно я еще раз объясню, почему эти деньги попали в эту контору? Потому что хочу, чтобы меня услышали. Нет, давайте тише. Я пытаюсь говорить тише. Смотрите. Тема такая. Зачем бы... Дайте ему сказать-то, пожалуйста. Она все будет слышать все равно. Зачем бы какой-то конторе из ОДК собирать на всех шестерых, с разных городов, сюда в дом. По сути, она исполняет условия, условия договора о наследстве, которое составила Прасковья Смит. Она выполнила эти условия. Она выполнила эти условия, потому что она либо получит само это наследствие по каким-то причинам, если что-то мы не сделаем, либо ей заплатили какой-то процент. Если этот дом снят, об этом, мне кажется, знает Милана, потому что она тоже в курсе. Она сразу убежала. Я понимаю. Но она убежала для чего? Чтобы мы сейчас нормально, адекватно поняли, для чего мы и почему. Вот смотрите. Уйдет один, уйдут все. Это, видимо, тоже условия и совмещание. Конечно. Я не понимаю одно. Но я понимаю, что это условия. Почему? Потому что мы точно все родственники. Если кто-то из вас не помнит Прасковью Смит, то только это потому, что кто-то дальний родственник. Слишком дальний родственник. И если покопаться в своей памяти, может быть, вы когда-нибудь, кто-нибудь слышал какое-то... Мне рассказывали про бабушку в стране. Нет. Это не факт, что мы не знаем. Просто тебе рассказывали, а мне, например, мама не рассказывала. С папиной стороны я знаю очень много. У меня Рубенович от отца, и у папы от деда отчество. Но с маминой стороны не рассказывали. Вопрос в другом. Почему именно вот этим странным путем мы должны получить бабки? Уважаемая Изольда Кац. Уважаемая Изольда Кац. Вам не кажется это странным похищать людей, удерживать их для выдачи им насредства? Вам не кажется это немножко НЕНОРМАЛЬНЫМ? Так не поступает с людьми. И что мы должны делать? Сколько мы должны здесь находиться для получения насредства? Сколько по времени здесь должно находиться? У всех есть свои дела. У всех есть своя жизнь Свои дела, у всех есть Свои судьбы Почему кто-то вмешивается, не вторгается Не спрашивает никакого разрешения Это уже вопрос, о котором мы сейчас можем думать Вам не кажется, что из Ольга Касса немножко прихерела? А ты ничего не сделаешь? Ты даже если сейчас все выскажешь Очень даже сильно прихерела Ну вы знаете, меня радует, что Если денежное вознаграждение Это наследство, а не денежное вознаграждение Денежное вознаграждение Это когда тебе пять тысяч кидают И ты идешь мартини пить Вот это твое денежное вознаграждение Ой, прости, пожалуйста, что-то я не туда пойду Я имею ввиду, что ты всегда хорошие деньги получаешь Я имею ввиду, что это наследство Наследство можно... Я не уверена, что вы меня знаете, алло Ну, знаешь, на людей пора... Я просто не понимаю Да ладно, ну это шутки мы шутим Ну что ты так радует, ты шутишь про нас Ну что вы думаете по этому поводу? Подождите, давайте очень интересно Просто пипец как интересно подумать Почему именно вот этой хренью? Что, что, что вы... Что ей выгодно? Для чего эти камеры, да? Что ей выгодно? Почему так? Почему, 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 почему? Подождите, стоп, наверное, потому что Будут выбирать каким-то образом Достойного Там было написано про достойного То есть получается, что если мы все родственники То есть мы не имеем права вступать в отношения А ты что, запланировала уже что-то? Нет, алло, я вот к этому извращенцу говорю То есть если ты меня тронешь Соответственно, ты не получишь наследство Ты дурында, я женат Я люблю свою жену А, да? Я никогда тебе вообще... Пытался у нас напасть Где я пытался на тебя? Все по камерам, посмотри А Юра сегодня на лестнице, если пытался... Что? Да, отмечался приставать к ширине Да я случайно говорю Юр, не случайно это было Да я случайно пробежал За чем ты сейчас спишь перед всеми? Да я не вру Что тебе хотелось этого? Малышка, я что... Я падал, схватился за тебя Ну, схватился за плечом Какие кричи мне точно не нравятся Просто мои мужские инстинкты куда-то точно будут Нет, давайте просто у кого какие мысли Если я тебя обидел, прости Все, ладно, подождите Давайте решать серьезный вопрос Что вы думаете по тому поводу? Сколько мы должны здесь находиться Для получения наследства? Мне интересно, почему так Когда они изберут достойного? Тогда Почему так? Это Изольда КАЗ Значит, по этим камерам, я так предполагаю Должна сейчас выбрать нас Из нас достойного для получения наследства Правильно я понимаю? Подождите, стоп, стоп, стоп А Изольда или КАЗ вообще выбирает? А кто же еще? Адвокатская международная адвокатская контора Тебе написали Подождите, что это... Что тут написано? Внимание! За вами наблюдают смотрители Вас видит весь мир Что? Вас слышат многие И, возможно, вам будут помогать Это как? А? Весь мир Внимание! За вами наблюдают смотрители Вас видят весь мир вас слышат многие и возможно вам будут помогать это как это кто нас чё за хрень это чё такое смотрите ли это чё кто нас смотрит здравствуйте нет я не хочу чтобы меня смотрели пока я не причесываю в таком виде на нас смотрят нет пускай они сейчас на нас смотрят мы двое суток не мылись так это получается это мы никакие нет нет здравствуйте здравствуйте всем кто нас смотрит мы оказались неловкой ситуацией мы не знаем что происходит когда мы отсюда выйдем неловкая ситуация это когда ты наложил перед самолетом вас видит весь мир как нам как нам связаться с вами кто нас видит как нам связаться нам нужно срочно мне нужно позвонить как у меня нет дела кто нас видит и слышит помогите дайте нам знать тихо тихо ребят запнись уже сядь а ты достал успокойся надо разобраться кто нас видит да весь мир написано же весь мир вот смотри что ты тут пилку ебаешь ну реально можно я скажу ребят как эта помощь будет выражаться на минутку можно дать мне слово ребята я успеешь сказать что что получится да пусть как по моему ты постоянно круглосуточные вещаешь что ты хотел сказать смотрите на нас смотрит весь мир да пусть скажет он ну конечно скажи пожалуйста скажет он а то бегемотик расстроится ну да он расстроится мы мужики ранимы вообще существа знаешь вот ранимы очень помните вчера корея говорила что возможно это шоу так вот может быть формате шоу вот этого какого-то но если есть смотрители и нас видят весь мир то в формате вот этого шоу как бы и будет проходить получение этого наследства получается ну а кто еще по-настоящему да да а кто еще смотрители то есть это жесть какая то есть смотри они специально выбрали именно формат какого-то шоу то есть 6 человек то есть мы реально на наследники они здесь расставили камеры они реально зачитали это завещание и сейчас как бы нам говорят о том что вы получите его но только если уйдет один уйдут все а мы не можем уйти то есть если кто-то уйдет один все по сути чая договорю и ты потом я тебе дам слово по сути все тогда одним не получит наследство но я так это понимаю но чтобы это было более не знаю как еще они сделали это тупо формате шоу можно вопрос чё ты хотела если это шоу как ты утверждаешь то в нормальном шоу есть операторы есть еще очень много людей вот ты начала говорить камера по сути передвинулась на тебя а почему ты не думаешь что это это контора адвокатская договорилась просто с потому что они принципе с ней договорились допустим она хозяйка этого дома эта контора договаривается с ней об аренде этого дома говорит мы расставим сюда здесь эти камеры вот я не знаю они могли заплатить они могли что-то еще дать они сказали у тебя будут жить шесть человек которые реальные родственники они бы им будут выдавать наследство ну они будут бороться за наследство что не так все правильно смотрите в любом шоу есть какие-то сценарии что-то вот такое почему у нас нет ничего мы просто нас здесь собрали и закрыли и все потому что есть постановочный шоу а это реальность понимаешь реальность что это ваша фантазия это настоящее мы получается в реальном времени смотри посмотри смотри в реальном времени в реальном времени в нас будет видеть весь мир и мы будем что-то делать это гениально получше 1 1 достоин в то кто-то по твоему смотри кто весь мир всем чтобы я хотя бы была причёсана потому что это уже месяч весь мир по сути и поэтому ты не дадут тебе косметику понимаешь Если бы ты не бесила весь мир, они бы тебе уже весь Арифлэйм закинули куда-нибудь Арифлэйм это для... знаешь кого? Для нищебродов, да? Для НАНО с обычными Совсем кукул, что ли? Ни хрена Я не хочу, чтобы меня смотрели, пока я вот такая Иди в туалет! Закройся! Да ладно, всё, расслабьтесь, подождите Так, не орите, ребят, уже голова болит Кто меня орёшь? Да ладно, всё, не боюйтесь Ай, подожди Давайте осознаем, что происходит Подождите, стоп, 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 подождите Подождите! Обалдеть Вас видит весь мир Так, стоп Вас слышат многие, возможно, вам будут помогать А, подождите, а кто? Кто? Вот я поэтому говорила, помогите Вы мне не дают сказать Кто нас смотрит? Помогите нам, мне нужно выйти отсюда Пожалуйста, если это как-то возможно И кто-то может помочь, пожалуйста У вас такой разговаривает Здесь 15 минут зачем, Катя? Подожди, посмотришь, сколько наследством будет Пожалуйста Потом решишь выйти тебе Пожалуйста Возможно, вам будут помогать Кто это? Кто нас смотрит? Почему смотрители в кавычках? Возможно, вам будут помогать Смотрители Почему они написали Смотрители? Ну, они же смотрят на вас Вот эти вот камеры Смотрят Как их еще назвать? Глядители Пуля, Лена Если вы меня имеете Пум Пум Ветер Приниматели Срочно Сан Саныч Свяжитесь со мной Что у нас там с объектами Я не знаю Вы до 1 декабря должны сдать все объекты Вы помните меня Мама Лена, услышите меня Мама Лена, услышите меня Мне нужно с вами связаться Свяжитесь со мной Но она просит Сан Саныча Ей помочь Что непонятного Сейчас Сан Саныч приедет Ей поможет Сан Саныч До 1 декабря Мы должны сдать все объекты До 1 декабря 1 декабря Начинается зима Не забывай об этом Как хорошо, что я бизнесом не занялся Как хорошо Я зовусь лучше творчеством И не хочу, чтобы у меня бухан так горел все время Так, ребят В чем проблема сейчас? Осознай то, что мы получили Какое место То есть я что-то смотрю Можно мы связаться? Да они услышали тебя уже Катя Они не могут это сразу Наверное сделать Откуда не знаю И позвонить не могут Подождите Нет, уважаемая Зольда Кац А телефон нам можно выдать? Телефон Любой Самый дешевый Я ломаю там башку стакан Нет, нам не нужен дешевый Нет, нам один Хотя бы на всех Нам хотя бы позвонить родственникам Чтобы не переживали, не волновались Так может родственники на тебя уже давно смотрят Может и такое уже быть Подождите Хрен его знать Мы здесь уже Может быть мы уже здесь месяца три Я вас молю Давайте продолжим Пожалуйста То Вы все про наследство поняли? Я вот ничего не понял Ничего не поняли Я вообще мало чего понимаю Где наследство Серьезно? У меня вопрос волнует Достойный Это что значит? Мы что-то будем делать? Я понимаю Что когда Милана сказала Что мы здесь будем жить Значит мы будем здесь жить До определенного времени Пока мы не получим наследство То есть какое-то время Мы точно здесь будем жить То есть у каждого есть возможность Подключиться по сути к этим камерам И то есть каждый на всей планете Может подключиться к камере И посмотреть что здесь происходит Смотрители уже помогают вам Пшёнка для Екатерины От Антона Панченко А почему вы говорите? Антон привет Антон Вот это да Пшёнка У печка О Аааа Хахахаха Хахаха Хороши Антоха спасибо Это что прикол что ли? Мы с голоду в рёт Антон это что прикол? Красавчик Антон Панченко это прикол? А можно вопрос? А в чём ты будешь её варить? В кастрюлю попроси у Антохи, пока есть возможность Антон, спасибо за кашу, всё понятно, но у нас нет кастрюли, чтобы сварить, Антон И воду, воду, и пиво чуть-чуть, ящик За это можно и коньячка 500 грамм хлеба Давай, проси Ну за это дело стоит и коньячка Николь на то дело послал Антоха Там мангал, если есть, 4 килограмма свинины Катерина, можешь ли вы зубных щёток попросить? Да, пшёнка пшёнкой, но мы не умытые Мы здесь уже вторые сутки не моемся, у нас ничего нет Это даже вот вторые сутки Мы хотим умыться, мы не для душа Мы готовы здесь пожить какое-то время, чтобы узнать, какое наследство Размер нашего наследства мы готовы здесь пожить какое-то время Размер наследства Но нам нужно для этого обязательно элементарные гигиенические средства Размер Катериного наследства, он велик Мы наследим сейчас, ну ты чё гонишь? У нас есть шёлка, у нас хотя бы шёлка Наконец-то, наконец-то Давайте сухой на чём есть Кастрюлю, в чём можно вообще это сварить? Кастрюлю, нам нужно просто кастрюлю Кто нас ещё смотрит? Потому что у тебя есть только Эдик, который тебя тупо кинул Если смотрит Антон Панченко, Антошенька, дорогой мой, золотой Кастрюльку ещё, пожалуйста, Антон, кастрюльку мой хороший Спасибо за кшёлочку Ну кто мой золото, самый лучший мужчина Кто вообще это придумал? Всё серьёзно, мне это не снится всё Как это вообще? Подождите, нам могут, получается, прислать что-то? Кастрюльку А как сейчас в печке появилась шёлка? Мне интересно, как от Панченко Антона появилась шёлка? Стоп, стоп, серьёзно, хороший вопрос Получается Как она могла появиться? Ещё один смотритель решил помочь одному из вас Изольда Кац Троеточие Мне просто непонятно Я думаю, мы здесь уже не просто второй день или это Я думаю, они нас смотрят уже как-то Ребята, может, правда, родственники? Я ничего не пойму Конечно, родственники А почему они ничего не присылают? Ахренеть просто Это нам, а чё? Подождите И чё, нам просто будут присылать еду люди? Слушай, а может быть, не просто еду будут присылать? Может быть, я не знаю Может, они будут присылать, но я там не знаю Чтобы мы Я не знаю, как это Какой формат этого всего, понимаешь? Обалдеть просто Нет, пшёнку У меня Антон Панченко всегда мне готовил пшёнку Он очень вкусно её готовил А кто это? Знакомый Знакомый, который всегда тебе готовил пшёнку и сказал Пшёнку Пшёнку То есть, каждое утро Он приходил и готовил тебе пшёнку и говорил Катя, вставай Пшёночка готова? Да, Антошка? Каждое утро просто он и варил пшёнку Каждое утро?! Да ладно, я шучу, у меня давно мужиках не было, вы еще говорите-то. Просто это один мой угрожор, хорошо. Да? Охренеть, я в шоке. Антошенька, спасибо, ты самый лучший. Но еще кастрюльку обязательно нам нужно. Без кастрюли мы даже пшенку не сварим. Да, Стоня, а что делать-то больно? Что-то страшно мне даже стало. Так, кому-то еще из вас, говорит. Решил помочь одному из вас, ребят. Еще кому-то что-нибудь сейчас дадут. Может быть, кому-то что-то... Что-то мне кажется, что это не мне. Юра получает бородинский хлеб, кейсо и три зубные щетки от Софии. Юра, три зубные щетки. Я не знаю, с кем поделюсь, ребят. Серьезно. Я знаю, кто это. Мама, я здоров, все хорошо. Сама зовут София? Да. Я на днюху папы не успел приехать. Вот так получилось, потому что я здесь. Понимаешь? Обалдеть! Ребята, мы живем! Нужна сковородка, сковородка нужна обязательно. Сковородку, уйди, проси. Дайте нам сковородку. Костюль. Не плачь, мы же все поделимся. Это же все на всех, я хочу. Дайте нам, что-то сварить. На тебе, дай мне. Девочкам, ты че, дай сюда. Я давай поделюсь. Давайте это девочкам будет щетка, девочкам сначала, ребят, девочкам. Ну ты знаешь, девочкам, ты сейчас меня хотела, ты водня меня разрывала. Ващ, Ващ, тиша. Нужна тебе. Нужны твои подачи. Да это не подачка, я даю тебе. Да не надо мне. Да бери пока даю, но не плачь. Нет, твою, мой путь. У меня нет. И тебе пришлют. Иди попроси, тебя же тоже смотрят. Не буду я ничего просить. Тебя же тоже все смотрят. Тебя же тоже все смотрят. Нет, я не буду вас, я не буду ничего просить. Мам, все пришло, все в порядке. Зачем я умою? Водичкой. Ну какой водичкой? Водичкой, которая умоет. А вы понимаете, приколка в чем? Люди почему-то знают, что мы здесь. Значит все в курсе, что мы нахрен пропали просто. Понимаете? Да. Все в курсе, что мы здесь. Давай хлеб сюда, яйца. Мама, спасибо, что ты в полицию не стала сразу звонить, а просто решила, ну, пацану. Потому что звоню, брать поесть сразу. Это прикольно, спасибо. Спасибо, да. Настоящие яйца. Давай, что в полицию звонить. Сын, про паху. Сын, про паху. Спасибо. Блин, нахренеть, у меня еще, по боже, я сейчас пойду зубы просто почищу. А у нас парка. У тебя нет, другая, паста. Паста зубной теперь надо. Паста зубной. Ничего, пришло. Хорошо, давайте хлеб хоть поедим пока. Хлеб, да. Подождите, может, приготовим яйца? А на чем? На чем? Хлеб давайте поедим. Давайте хлеб чуть-чуть поедим. Я не могу, без подножки, ребят. Давайте только оставим, ребят, пока у нас... Стоп, вы должны понять. Распределить еду, я понимаю. Мы должны чуть-чуть поедим. Тихо, что это? Опа. Что там, что там? Это бананы и картошечка. Да вы что? Да, бананы и картошечка. Ничего, я обожаю бананы. А, вот написано. Я обожаю бананы. Бананы. Ли, это твое. А почему тебе не прислали снятилипированную собаку? Держи. Знаешь, мне тоже ни хрена не прислали. Ребят, постойте, постойте. Я сейчас все приберу. Стоп, подождите, стоп. А, вот ты что-то не спрашивала сегодня. Это про еду. Да я поделюсь. Не надо, мне ничего не пить. Да ладно ты, не переживай, подворотя. Ну все, 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 не плакай. Не плакай, не плакай. Ребят, давайте это все приберем. В общем, я могу дать всем по кусочку хлеба сейчас немножко. Блин, а у кого-нибудь знакомый, кто-нибудь знает эту нашу пропащую девушку с разбитым колетом? Что там? Сразу несколько человек решили помочь Ли. Марвин Дету, Юлия Черная и Евгений Ли. Купили ей две картошки и бананы. Юлия Черная и Евгения Ли. И Марвин Дету. А, спасибо. Спасибо. Это кто твои друзья? Юля, Женечка, Юленька. Женечка, спасибо большое. Да как раз мы могли каждое утро завтракать. А, я хотел сказать, если вон у той... Не верится, подождите, серьезно, и вы все знаете, что я здесь? Все сейчас наши люди, все знают, что мы здесь. Они все знают, что мы тут. Мы тут с ума сходим. Блин, что я не люблю, я не люблю. Блин, что я не люблю. Ну, может быть, ты переменишь свое отношение к людям. И все будет хорошо. Нет. Если у кого-нибудь есть, возможно, я могу ошибаться, но у этого человека могут быть друзья. Он такой. Кто-нибудь, что-нибудь ей вышить, она умрет сейчас, она воду пьет, мы бананы едим, она воду пьет. Да не буду я ездить бананы, без собаки. Можно, да? Да. Ты можешь яйца брать тоже. Держи. Держи. Да, держи. Почему? Блин, блин, Жени. Блин, блин, Жени. Да ладно, ты не ездить. А Маргин, да это, это кто? Блядь, мне просто нравится одно. Мы здесь голову ломаем, люди давно за началами смотрят, наблюдают. А мы, не знаю, жить не хотелось, не знали, что делать. Тут волосы на себе травят. Спасибо большое за бананы, боже. Так, бананы едят вот так правильно. Мммм. Да слушай ты, бананчик, ну. Боже, я люблю бананы. Жена. Майка. Мама, если знаете, что я здесь, дайте висточку. Я есть хочу, умираем, меня сводят. Ну что ж, мы везде ничего не едем. А Ксю как раз нет, ей надо съесть. Ей еще не померет, она упала. Да-да, ей покормить, что люблю. Ксю надо поесть обязательно. Так сложились обстоятельства. Ну, а мы уже. Сложи. Так сложились обстоятельства. Ты серьезно тоже любишь бананы? Я тоже обожаю бананы. Серьезно, да? Бананы это просто бомба. Блин, ну это, на самом деле, вы понимаете всю ситуацию? Нет, я не понимаю. Весь мир, наследство, мы родственники. Мы все думали, гадали, каким образом нас что-то может объединять. Вася Васичу пришлось сегодня туго без мыла. Специально для него, смотрите, Ирина Владимировна купила сосиски, картошку и душистое мыло. Ни фига, Ирина Владимировна. А кто такая Ирина Владимировна? А кто такая Ирина Владимировна, Васич? Очень хороший мой. Друг. Поздравляю. О, нормально. Что, это картофан? Да. Мыльце, помоюсь. Ирина Владимировна, спасибо огромное, Ирина Владимировна. Столго без мыла. Спасибо тебе большое, я помоюсь, ну потому что реально уже от меня смерти. Сегодня вон Корея мне говорит, уйди, пожалуйста, от тебя воняет. Реально, спасибо тебе большое. Спасибо за сосиски. Как мусор из него, да. Господи, мы прямо сейчас их можем съесть на самом деле, понимаете? Даже не варить, если кастрюли нет. Картофан есть. Так, сразу на еду столько нет. Давайте мы определим, где мы будем лежать продукты. Давайте, я сейчас определю. Давай сюда все. Ребят, просто сразу на еду нельзя. Столько мы долго не ели, сразу есть нельзя. Ладно, ладно. Потому что можно будет у вас завархишок. Да, нужно потихонечку. Я сейчас все припрячу. Картошка еще лийна, была лия. Дай картошку, Катя. Давай мне. Давайте сюда. У нас картошка уже есть. Сейчас нужно как-то нам сготовить это все. В чем-то сготовить самое главное. Я попросил кастрюлю. А? Попросил кастрюлю. Все. Кастрюлю ничего не придет тогда. В таком случае. На то, что есть. Я и садилась. В чем у нас должна быть опасность и недоверие? Я двое суток пытался здесь понять, для чего мы здесь. Проживем. Сейчас, когда мне все понятно. Здесь всем все понятно. Для чего нам это делать? Я понимаю, что меня видят те люди, которые давно меня не видели. Родные мне люди. Паска крутая. А что там было-то? Сидите. Да? Ну серьезно, что? Нет. А что было-то? Там постоянно что-то странное происходит. И, ребят, у меня так непонятная ситуация. Я просто в шоке. Давайте до конца просто разберемся. Ну все, все, не трогай, не трогай. Сейчас немножко перепусили, хватит. Чтобы залудки не заморить. Хоть это все лежит здесь. Тихо-тихо, братюка. Ты что мне эту рубашку купил? Ребят, я хочу что сказать. Я хочу понять, знаете что? Кто мы друг другу приходимся? Родственники! Кто? Ну вот где? Мы с разных городов. Давайте, может, мы знаем, твоя мама, моя мама. Я объяснил, что мой дед, брат этой Прасковьи Павловны. Но рассказывал он мне, когда он, будучи, был в России. Точнее, даже не он рассказывал. Он рассказывал отцу. Но я слышал и от деда, и от отца, они... Мой брат, он с ней то ли поругался, у них какой-то был общий бизнес. Они потом либо его не поделили и уехали в Россию. Но дед, по сути, был там же с этой Прасковьей Павловной в Австралии. Потом у них что-то не срослось, не знаю, какие-то темки там были. И он переехал в Россию. Потом в России родился также мой отец. И уже отец рассказывал, что типа есть бабка. Тише, вы только что готовы были друг друга убить. Вы только что готовы были друг друга убить. Вы уверены, что это действительно те люди, а не подстава? Может, кто-то о вас просто много знает, деготь? Кто-то может знать, а нас о каждом так много. Кто-то у нас здесь собрал. Я и говорю. Как нас могут подставить? Ну, как-как, вот как. Кто-то у нас здесь собрал. Да. Подождите. Да, да, да. Подождите. Это что сейчас? Что такое? А? Да, бывает. Все бывает очень. То есть, получается, мы не знаем, что ли? Нет, подождите. А если... Или родственников... Или родственников... Или родственников... Стоп, стоп, стоп. А если, смотрите... Нашим друзьям, что-то у нас здесь... Или что? Кто-то у нас здесь собрал. Если они знают о наших родственниках. О наших... Допустим, ну, собрана у нас вся какая-то информация. А вот это все, это реально... Ну, типа, подстава, чтобы, знаешь, чтобы... Ну, я не знаю для чего, чтобы, типа, мы не думали о чем-то... Ну, то есть, перестроились от того, что здесь вот это хренотень. А на самом деле тут реально сейчас придут какие-то... Хочется верить. Мне хочется верить в хорошее. Ты хотела час назад уйти отсюда. Нет, естественно. Простел, что тебе не нужно никакое наследство. Сейчас ты получила вот это вот и все. Ты уже распрылась перед этим, как у Ванька или Антона этим... Перед каким-то там пшенкой. Парнем пшенкой. Васич, можно я тебе помыла? Помыться хочешь? Да, можно. Так, ребят. Ну, как можно? Диета, смотри, что тут осталось все. Давайте просто поймем, на самом деле, как мы можем являться друг родственниками. Вот вы не думаете, может быть, нас подкололи на самом деле? Нет, стоп, 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 стоп. Но я-то точно знаю про Просковью Смирь. Я-то точно это знаю. Да. Значит, значит, если знаю я, то я точно либо наследник, один из наследников, либо вы все здесь наследники, но просто нас еще решили, знаешь, ну, типа, это вы так думаете, это вы тут такие радостные, а на самом деле все херово. Нет, то, что ты знаешь про Сковью Павлу Смит, но... Тобишь нашу бабушку. Мою бабушку. Твою бабушку. И, соответственно, мою тоже бабушку. А про бабушку не получается. Да, но это не говорит о том, что кто-то не может знать про нас столько, чтобы нас разводить, чтобы мы друг друга ликвидировали все. Остался один достойный. Они, это... И компания из Оль-де-Кац больше бабла достанется, поделив с ним деньги, с этим одним чуваком. Проще же с одним поделить, чем со всеми. Да, согласен. Что они хотят нас раздворить? Ну, смотри, но... Было написано, уйдет один, уйдут все. Значит, им нужно, чтобы мы все вместе шли, а в конце просто хлоп один будет, и все. Написано было один достойный, получит. Значит, если один уходит, никто ничего не получает. Правильно? Да, правильно. Ну, получается так. Если кто-то один уйдет, то никто ничего не получает. Ну, так, а получит все равно один достойный. Один достойный. Ну, подожди. В смысле? Если уйдет один, все, никаких достойных не будет. Я так понимаю, если уйдет один, то все бабки получат вот это... Нормальное, международное. Да. Но, возможно, нам не все завещание зачитали. То есть, да. Потому что там было написано, типа, там что-то было написано, а как так получается, если один не может вначале уйти, но в конце получит один достойный, это как? ну типа получается, что мы команды должны здесь существовать, но из этой команды кто-то себя достойно... мы не команды, вы родственники! ну типа я говорю команды, что непонятного, слышь? давай давай я имею ввиду, что мы будем командой здесь жить родственниками, хорошо здесь жить, но потом кто-то один из родственников по тому, кто определит, не знаю, кто будет определять, кто достоин, он и получит это наследство, остальные получат по проценту но если кто-то уйдет, то никак не будет ни достойного, ничего, а все бабки уйдут силовых, а пойдет к конторе этой адвокатской понимаете? да это как предположение, опять же, понимаете, потому что расклады могут быть другие, тут вообще могут приехать какие-нибудь, знаешь, органы и там это, и терки тереть не вообще может быть, реально бравого какой-нибудь, может это вообще все незаконно может это... а может мы вообще не в России? весь мир же транслируется, сказали же, идет, вас видит, смотрит, транслятор, видит весь мир ну мурашки, да вы что, ребят? а может мы вообще ни хрена не в России? может мы на острове? подождите, на продуктах что написано? бородинский новый, ну написано русскими буквами а русские? ну значит закупаются в России в России ну чтобы провернуть такую хрень могут могут то есть вообще я не знаю где там, блин, вообще около России где-то около Европы могут отсылать с России да не, а зачем? ну дом он такой, смотри, русский деревянный печка русская да, трава вот эта вся русская все ну печка, я не пойму просто как появляется на мониторе и потом печи с другой стороны как действительно появляются продукты печи в этой хрени объясни мне еще одна горит я вот этого не понимаю куда исчезает постоянно это, Милана где она, кстати, ее нет до сих пор я о чем и говорю тут на самом деле если разбираться тут очень много вопросов как мы оказались все если случилось в конце лета сейчас осень как оказалось, что мы помним только последние два дня как будут вопросов на самом деле много если допустим верить, что это действительно это компания юридическая может быть, тут знаешь может быть, я не знаю тут на ней старких людей может быть, они пускают газ какой-то может быть, какие-нибудь иллюзионисты еще что-нибудь что-то здесь есть потому что куда-то Милана исчезает и двери этой нет с любым что-то происходит как я серьезно могу сказать одно если тут такая заморочка значит денег до хренища я почему-то прямо чувствую сейчас своей задницей просто ощущаю, что бабла много просто много бабла реально много потому что такое ощущение что там хотят кто-то где-то все хотят что-то там хуп-хуп свое они заморачиваются смотри как что-то там урвать хотят короче понял? понял в чем прикол и это вообще странно как нас видит весь мир это получается постоянно что-то нас видит весь мир или только в какой-то момент видит или как это? ну подожди давай думать логически если думать мыслями электрика как нас может видеть весь мир я так понимаю какой-то трансляции макс безумный ты же геймер как это? онлайн трансляции онлайн трансляции да? подожди это как в инстаграме есть онлайн трансляции я не знаю это все реально сейчас происходит? я так понимаю он хочет сказать что онлайн трансляция это тема такая что она транслируется не только на всю Россию но и на весь мир да? так да? на весь мир? охренеть а зачем им это? зачем им это? я не понимаю разве так наследство дают? подожди а как зачем? ну в принципе там если судить если допустим судить потому что было написано смотрители нам могут помогать но я так думаю смотрители по сути и решают кто будет достойный по сути это смотрители решают ну то есть вот эти вот зрители которые нас видят они могут решать потому что смотри если бы если бы а так по договору невозможно стоп я тебе объясню если бы это решали не смотрители то Кац и Зольда Кац она бы давно забрала все наследство себе а тут видать есть условия по которому работает эта контора и которая составляла это Прасковья Смит и по условиям я так понимаю в формате вот этого всего как бы кто достоин должны решать именно то есть какая-то бумага есть именно эти смотрители получается Гафтер получ это что ты хочешь сказать это бабуля придумала? как она в том веке в том веке могла это придумать и так сделать договор нет тут что-то не чисто нифига ну а как еще а как зачем вот это вот все надо то смотреть или решать зачем почему она сама не может это поделить что ли из Ольды Кац это контора или сама определить или они точно сами не знают кто родственник и решили пойти таким путем ну как пусть эти родственники сами решат кто там у нас конкретных собрали именно нет нет все правильно по условиям наследства там было написано что типа надо собрать шесть родственников которые являются ну наследниками Милана у нас тысячу вопросов Милана объясните нам мы не поймем что происходит давайте поговорим присядем присядьте нас смотрят вы что же не говорили что нас все смотрят мы даже не знали что нас смотрят столько людей народу мы не знали мы тут измучились готовы была волосы на себе сегодня рвать не знали что мне делать оказывается тут все на нас смотрят люди мы не умытые такие чумасы чумасы смущало мы уже не понимали думали это вы здесь установили себе камеры мы уже не понимали что смотрят люди нас расскажите нам как что это за из Ольды Кац что это за компания вы можете объяснить по моему все было предельно ясно а как они с вами связались так как ты умылась ты что помылась что ли какая тебе сразу белая стала как ты умылась в общем она мыло взяла которая Левина Владимировна сейчас я тоже пойду тише я решила по фанале информацию так почему вас здесь собрали так вы получили еду которую так долго у меня выпрашивают да не уходите в итоге вы только сидите и опять болтаете вас смотрят весь мир а вы опять занимаетесь какой-то ерундой а что нам делать милана милана подождите пожалуйста а кто такая из Ольды Кац что вы можете рассказать нам про нее это адвокатская контура ну понятно как она с ней связалась почему именно здесь где мы находимся весь мир смотрит на то как я сходила в душ круто блин это ужасно это ужасно можно я не понял сейчас посыл миланы мы получили это а вы просидите и продолжаете как нам нужно софия не знаю можно сплясать а что надо делать спасибо большое мы же пытаемся разобраться ваш сын чудо я пойду зубы почищу тут у нее пасты я лозой почищу хотя бы так подождите на чем мы остановились милана пришла сбила нас стоп на чем мы остановились в разгаре терка пока не договорились тема терки наследство и что стоп блин что о чем мы должны делать я не понимаю она пришла что-то какую-то сумгу ввела и ушла что мы должны понять я не понимаю мы должны в ладошках сварить пшенку и яйцо пожарить ну наверно да ну блин и поесть то тоже надо приготовить нет 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 почему нет это нужно все приготовить ребят мы сейчас немножко съели по бананчику сейчас много сразу нельзя в желудок ваш желудок заболит сейчас колом станет понимаешь когда долго не ешь нужно потом дозированно сразу нельзя набегать тем более еще неизвестно когда у нас дальше будет продукт нам нужно их растянуть блин ну давайте сегодня поедим нет поедим чуть попозже все приготовим я нифига не ел я понимаю ты бананчик же съел ну съел сейчас он немножко гуляет сейчас попозже давайте просто может нам надо сидеть и просить у этих вот смотреть или что-то и что хочет эта женщина от нас вот это вот это офигеть просто а вопрос в другом зачем таким всем путем да зачем таким путем все это сделали может быть не было другого способа ну допустим мне бы сейчас сказали ты наследство ждет иди сюда я бы уже сюда не пришла естественно что меня сюда заманили это обманным путем да так вот я бы разумный человек пришел бы сказал наследство есть нам даже не сказали размер наследства какой размер наследства вообще существует ли оно до конца никаких бумаг нет подтверждающих ну да чтоб мы не убили друг друга может она хочет чтобы мы выяснили кто из нас является достойный как это выяснить сейчас тут каждый будет достойный естественно мне кажется она хочет чтобы мы все поругались А что Милана хотела На нас смотрит весь мир Всем здравствуйте Я хочу понять Кто нас смотрит Я не знаю что сказать Сан Саныч Как там идут дела на объекте Мы успеем ли сдать их до 1 декабря Просто я очень сильно переживаю Если ты меня как-нибудь Можно связаться Если меня смотрит Антон Панченко Свяжитесь с Сан Санычем Пусть пожалуйста он мне отпишется Как дела идут на объекте Успеваем ли мы сдать все объекты до 1 декабря Это для меня очень важно Я буду надеяться и ждать Раз такие обстоятельства Зачем делать так Чтобы наследство нам досталось Только вот этим путем Камерами и онлайн Как сказал Макс Значит нас там смотрят обычные люди Обычные смотрители Это обычные зрители Обычные люди Вот Антон Панченко я знаю Это мой обычный человек Откуда ты знаешь этого Антона То есть нет Это мой знакомый Откуда ты знаешь Что пока ты здесь была Ведь вспомни Ведь мы здесь последнее Что мы помним Это было летом А здесь сейчас уже осень Откуда ты знаешь Что за это время За это время Никто не узнал Все твои информации Антона Панченко Твоей мамы Моей Ирины Владимировны Твоих там Единственные кому ничего не пришло Это почему-то ей У меня вопрос У меня не пришло И тебе не пришло А тебе вообще Мне кажется Ни один человек Не знает в мире Понимаешь Я вообще бояться Стоп Ты понимаешь О чем я хочу тебе сказать Ведь вот это вот Это тоже может быть развод Реально развод Объясню тебе Ведь промежуток того Что мы были здесь в доме Он большой Он как минимум месяц А нас могли собрать информацию До херища Понимаешь О каждом И вот то что сейчас произошло Это может просто Как бы ну Знаешь Вот вам написали Конечно Конечно развод Почему ты не думаешь Конечно Почему ты не думаешь Что они ждут 1 декабря Чтобы забрать твой бизнес Или твою хату Или что там у тебя Я только успокоилась За эти дни Ты мне сейчас Зачем нагнетаешь Просто я Слишком все хорошо Какие-то смотрители Какие-то Слишком все хорошо Понимаешь Как эти продукты пришли Вот мы говорили О продуктах 2 дня назад Как они нахрен сюда пришли Значит кто-то знает Где мы находимся Правильно Ну подожди Твоя мама находится где В Сочи или где В Сочи В Сочи У меня находятся люди Где В другом месте У тебя в Саратове Нет Волгоград Ну тем более в Волгограде Тем более в Волгограде Как эти продукты За 2 дня сюда пришли Или еще что Как Мои из Омска Паша в Москве Я не знаю Ну вот именно что Это может быть В принципе развод В принципе развод На то чтобы Просто нам Ну как бы Ладно Это развод Допустим А зачем тогда Зачем надо им Вот так нас разводить А вот это вопрос Необ Зачем Я не знаю Зачем Это вопрос Необ Нет У нас есть два варианта Либо мы поверим Без паники Без паники Да мы не понимаем Все нормально Вася просто таким тоном орет Давайте Когда ты всегда орешь Тебя никто уже не останавливает Понятно Яиц Хлеб И так далее И нету никакого Предупреждения Дай я спрошу у тебя Ты любишь Бородинский хлеб Да я люблю Черный хлеб И яйца И она это знает Знает С детства Она даже знает Она умеет делать Офигенные яйца Режешь хлеб Делаешь кусочками Лук Туда масло Яйца С хлебом Боже Какая-то Ребят От Антона Панченко Никто не мог узнать И вот сейчас его найти Это мой старый знакомый Откуда ты знаешь А если они настолько Да у меня таких Антонов Панченко Знаешь сколько Старых знакомых То есть Как они найдут Одного из миллионов Моих знакомых Мы можем узнать как Любой Кто пришлет Дальше еду Может написать Какую-то хрень Которую узнает Только один человек Только я Как вариант Только нахрен Кто-нибудь Кто-нибудь один Вот кто-нибудь По-любому Знаю Да уж Да нет Ребят Это не могли узнать Они Антона Панченко Например Моего с Волгограда Но никто его Не может узнать Чтобы так вот нас Подставить и разыграть Нет Это реально Существует человек И его просто так Ну Это же не мама Ладно София Это его мама То есть Ее легко найти Родственников человека Но знакомых людей Найти В других городах Это сложно Хорошо Если ты считаешь Что это подстава Нет Ксюр Тогда почему Мне ничего не прислали Почему мне Эдик Ничего не прислал Может быть Он просто не увидел Не узнал об этом Ну Почему ты взяла Весь мир смотрят Знаешь почему Она сейчас опять Вернулась к Китюру Она тут говорила Про двоих Людей Которые Ее в магазине Может его обидела Подожди А историю с Эдиком Она Значит Она точно Ее не два человека В магазине турнули Значит у нее Реально какая-то история С этим Эдиком Понимаешь Ну что Есть у меня история С Эдиком И что дальше Ну может его обидела Нет Может его обидела Ничего Я его не обидела Это вообще не суть Если ты считаешь Что это развод Как это проверить Ну вот тебе Юрец только что Объяснил Как это нужно проверить А как я могу проверить Мне вот ничего А если ничего не будет Приходить Может у меня нет друзей Да Понимаете У тебя же есть друзья Пусть кто-нибудь Присылает потом Еду И просто говорит О том что Мы же все поделимся Какая разница Поделитесь Вы или нет Мне не нужно Ничего вашего Просто как я проверю Что ты делаешь Давайте поедим А по-братски Пожалуйста Я так жрать хочу Серьезно Или хотя бы решим В следующий раз Кто будет высылать Просто Будет подписывать Какую тайную хрень Про нас И все Про всех И все Яйца давайте сделаем Твои сосиски Ладно Можешь яйцами угоститься Я не знаю чем Да Съем сосиску Неизвестно Это следующее Вот еда Остаться на дах Нет Съешь сейчас Это сосиска Давай уже поедим Ладно Покушайте Сосиски Мальчиком Как нахрен Яйца варить Я не буду Вот эту штуку В это ты не сваришь Почему Потому что Ты сожжешь Здесь вот Сожжешь А что это Это тоже вчера Уже сжег Она будет гореть Естественно Да Это ставится в духовку Не на огонь Блин Ну как нам приготовить Как Как Никак Нам нужна кастрюля Или что-то Сырыми пейте Короче В общем Мы Мы наследники Но хрен знает Да Правда Это Нет Даже Нас даже могут Порешать За это Что мы Наследники Какие-то Ну знаешь Как бы Если кто-то Захочет Побороться За наше Наследство Тоже То нас могут Это не факт Что у нас Видимо Есть Наследство Почему А где документы Боже Какие вкусные Сосиски Ладно Всем еще По одной Да Останьте По половине Я не буду Ест эту сосиску Я буду Да